здравствуйте как всегда это продолжение Синкевича Горисполком транспортный отдел так вот если вы видели когда он приходил ко мне домой я вам сейчас расскажу что случилось я об этом знал заранее его послали его родственники это ты понял да а мне говорил что это не ты звонил это ты звонил и вы повелись так вот смотри я к тебе обращаюсь на родственничку чтобы ты понимал я знал что ты будешь звонить я что это ты все будешь делать ты его послал ко мне чтобы он с мобильным телефоном записывал разговоры он просто вас всех развел когда он пришел ко мне домой во двору и он говорил что дай ключи от квартиры будто бы он дал мне ключи от квартиры ну а сейчас ты услышишь где эти ключи вы все себя сдали и повелись а и так же в дальнейшем вы будете вестись сейчас все в суде а потом еще будет суд неоднократные суды будут он продал квартиру Синкевич в декларации это все заполнил прошел полтора года и он своим родственникам сказал что его обдурили и вы там еще услышите потом за какую сумму денег он продал эту квартиру и что он хотел с деньгами этими сделать Синкевич ты шо ты сказал что у тебя есть ключи и ты их запрятал ключи эти а видео я вам сейчас напомню какое как называется вы сейчас посмотрите значит прослушку пришел поставить но я не пустил Синкевич работает на врага кривой рог украина почему я написал что на врага я уже тогда знал что это все будет усекли так вот если кто-то что-то будет делать я уже буду понимать почему ты говоришь это и зачем ты это говоришь потому что у вас тех которые это делают смысл жизни жить за счет других хапануть где-то но не понимаешь последствия вот там разведки сидят и везде вот эти вот лохи Зеленский ты что не знаешь что надо сделать с арабами те что по границу не перешли не надо ни оружия ничего хочет я покажу что надо сделать не надо их не убивать ничего не надо делать только будешь смотреть со стороны как они будут прыгать скакать и убегать сами я знаю что надо сделать так вот спецов надо туда привлекать они денежки налево направо позвони мне а что ж ты до холопа ты звонить не будешь я знаю что надо сделать и они не перейдут границу все смотрите за синькевича так само и тут он не перейдет никто границу мою не перейдет не ко мне домой дальнейшем услышите за сколько он продал квартиру в люк что там у вас сейчас на приемном покое очень вы туда попали в школу или сами поехали Нет, скорая. Вызвал скорую, приехал, сюда привезли. Что скорая говорит? Ну, я знаю, посмотрели. Температура еще держится. 37,3-4. А что на скорой сказали? Ну, что не сказали. Ну, давление сильно повышено. Тахикардия, 104. Дали таблетку, чтобы трошки успокоился. А вы мне скажите, а где вы в четверг были после работы? Ну, я с тобой ехал. А в четверг? Да. А это какое число? Ну, вы же говорите, это случилось... Вы в пятницу на работу не пошли? Ну, да. Ну, а в четверг вечером после работы? Ну, в четверг сходил с этим на... это... к следователю. Ну, понятно. А после работы? Потом он не взял меня. Я пошел троллейбусом, поехал до Борисполкома. Доехал туда, пешком пришел, позвонил Людмиле Ивановне, что я уже есть. И? И все. А потом, когда время пришло, я сел на троллейбус, подъехал сюда. А потом же вам перезвонил, что там какой-то подозрительный. Ну, да. Ну, шел в другой подъезд, я зашел и прошел, подкрыл хлеб. А, правда, хлеб купил в магазине. Купил хлеб и вот тогда зашел и поднялся к себе, закрыл и все. И вы никуда не выходили? Не, никуда я не выходил. А потом вы проснулись... А где вы очнулись? А на полу или на кровати? Да вот это не понял. Как? Что значит? Что мне надо вспомнить постепенно? Я помню, что вскочился, а что я дома, глянул на время. Нас надо звонить, начал звонить. Куда скатился? А? Куда скатился? Не, не скатился. Что, в смысле, уже ж надо на работе быть, а я еще не на работе. Начал звонить вам. Сначала Людмиле Ивановне позвонил. Я не пойму, а что вы ничего не чувствовали на себе? Не, ничего, это все время как будто это. Что? Ну, то проснулся, а потом начал уже ощущать, что я же не дома. А где вы были? Ну, дома. И даже не собирался. А перед этим я собирался. Куда? Ну, на работу собирался, покушал. Кушал все уже. Я не понял. Так во сколько же вы проснулись? Ну, как обычно, наверное. Я посмотрел часы, тени звонят. А я у себя посмотрел, что надо вставать по моим часам. Так вы... Ну, все было нормально утром? Ну, да, все. А потом? А потом не помню. Че я выходил, че не выходил. Если выходил, то там, может быть, встречная. А если не выходила... Встречная, это кто-то стоял возле дверей? Ну, да, может. То есть вы утром проснулись, как обычно, поели. Собираться. А потом уже очнулись. А где же вы очнулись? На полу или что? А двери были закрыты или нет? Нет, ну я закрыл, уходил, дверь закрыл. Когда уходил? Ну, когда это уходил? Ну, вот это, когда уходил со скорой, то закрыл. Нет, это в пятницу. Вот когда вы очнулись, посмотрели на часы, что уже поздно, даже не этот самый, что не поняли, что случилось. Вы двери попробовали, они были закрыты снутри или нет? По-моему, закрыты. Было скоро, когда приезжало первый раз, то я же открывал. А как это так получилось? Не знаю. Может, лишний ключ. У кого-то ключ? Да, может быть, все. А вы этот ключ, который на работе, не оставляли нигде в сумке? А как это? Ну, я с собой ношу я. А сколько у вас вообще ключей? Ну, я ношу два. Низний и верхний. Ну, а дубликаты у вас есть? Нет, были дубликаты, они там запрятаны. Вы проверяли, они на месте или нет? Да, как будто на месте. А как же тогда могли двери кто-то? Тут что-то не то. Тут что-то не складывается никак. Не знаю, Ефимович. Подумаю, потом уже это что-то. Давай-ка я отдохну. Может, сейчас положу. Говорите, чтобы они вас вложили. Вы позвоните потом? Да, да, я вам позвоню. Ну, ладно, давайте.